Здравствуйте! В эфире программа интервью. Я Ольга Могучая. И сегодня гость нашей программы Дмитрий Ралко. Это хормейстер детского хора Мариинского театра. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. Добрый день. Мы очень рады, что у наших детей есть возможность заниматься с таким высококлассным педагогом, как вы. Расскажите, пожалуйста, как проходят занятия? Занятия проходят очень интересно. Я уже второй раз в Абакане и второй раз провожу этот замечательный проект «Хоровая школа». И я, во-первых, хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех устроителей этого проекта. Замечательно все организовано. Великолепно работают дети. Они очень мотивированы, они заинтересованы, они увлечены работой. И я получаю громадное творческое и человеческое удовлетворение от этой работы. А скажите, какой уровень подготовленности наших ребятишек? Ведь мы все-таки удаленный район, достаточно далеко расположенный от центра России. Я не заметил никакой удаленности, в профессиональном смысле удаленности. Дети очень подготовлены, дети очень хотят заниматься. И никаких скидок я не делаю. Никаких. А скажите, как вы считаете, что музыка дает детям? Ну, музыка дает детям ощущение, в первую очередь, ощущение прекрасного. Это она воспитывает эстетическое чувство. Ребенок сразу понимает, что красиво, что нет. Во-вторых, это как бы из моего собственного опыта, из опыта моей семьи. Дело в том, что у меня мама, она тоже всю жизнь работает с детьми. Она со дня основания, это более 50 лет назад, концертмейстер детского хора радио ВГТРК Петербург. И мы как-то с ней говорили, и она сказала, ты знаешь, говорит, вот сколько через меня прошло детей, ни один не свернул с какой-то правильной дорожки в жизни. Неважно, стал он музыкантом или нет, но он нашел свою дорогу в жизни и состоялся как человек. И сейчас я уже сам своим опытом могу подтвердить эти слова. Те дети, которые общаются с классической музыкой с самого раннего возраста, даже если они не становятся потом профессиональными музыкантами, они становятся очень хорошими людьми, они становятся хорошими профессионалами, потому что музыка помогает очень четко понимать, да, как у Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо. И это очень важный воспитательный момент. Дмитрий Валерьевич, мы знаем, что в вашей семье несколько поколений занималось музыкой. Вы, помимо того, что хормейстер детского хора, также вы еще художественный руководитель и дирижер камерного оркестра Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова. Да, так и есть. А в каком возрасте вы решили заниматься музыкой? Ну, у меня все рано случилось. Не знаю, может быть, сыграла здесь и семья, но я достаточно хорошо себя помню в детстве. Наверное, от того, что звучала музыка дома все время. У меня бабушка и дедушка были певцы, мама – концертмейстер, опять-таки. То есть к нам приходили много людей, были дома и вокальные вечера, и концерты. Я очень рано заинтересовался этим делом, и где-то в 4-4,5 года мама проверила у меня музыкальные способности и посадила за рояль. И там дальше пошло, мне стало интересно. И меня отвели, скажем так, в, можно так сказать, фамильное учебное заведение, хоровое училище имени Глинки при Государственной академической капелле, знаменитая капелла в просторечии, там, где мальчики вот только учатся. А у меня там училась и бабушка, и папа, и брат бабушка, причем вот хоть там и учились мальчики, но был маленький период, когда брали девочек. Вот бабушка как раз в этот период училась. И я стал заниматься. Мне это все больше и больше нравилось. А в 13 лет к нам пришел один из выпускников старых училища. На тот момент это был дирижер Андрей Борейко. Он, кстати, вместе со мной учился у легендарного педагога Елизаветы Петровны Кудрявцевой. Он только приехал победителем с конкурса имени Фиттельберга в Катовице, в Польше. И вот он стал рассказывать про симфоническое дирижирование. Я понял, что я кроме хорового хочу заниматься симфоническим. Что, собственно, и сделал. Я поступил в консерваторию и закончил два факультета. Получается, в вашем случае это был абсолютно ваш выбор. Да. А вот вы знаете, наверняка очень часто родители по своей воле ведут ребятишек в музыкальную школу, хотя те, возможно, даже этого и не понимают, и, может быть, и не хотят. Скажите, как в этом случае дальше появляется у ребятишек интерес? Как их заинтересовать в таком случае? Вы знаете, у меня интересная точка зрения на этот счет. То, что родители ведут, это я считаю правильно. Потому что есть такая поговорка, да, попробуешь не факт, что получится, не попробуешь факт, что не получится. И не всегда ребенок может высказать, предположим, в ранних возрастах они могут высказать свое желание заниматься. И всегда имеет смысл попробовать. А вот там уже многое зависит от того, заинтересуется ребенок или нет. А заинтересованность, конечно, зависит от педагогов. Мне очень повезло с учителями, которые всегда стояли на моем пути, помогали мне и поддерживали огонек вот этого интереса с самого раннего возраста. Поэтому очень важно попробовать привести, чтобы появился хороший учитель. Дмитрий Валерьевич, вот интереснее мне такой вопрос. Как вы скажете про себя, вы все-таки больше музыкант или педагог? 50 на 50. Дело в том, что я избрал такую музыкальную профессию, в котором своего рода сущность, педагогический аспект. Потому что дирижер, по большому счету, это тот, который должен научить коллектив играть так, как считает нужным дирижер. Вот дирижер имеет какое-то четкое внутреннее представление, то, что называется интерпретацией внутри себя. И он обязан увлечь этой интерпретацией, этим представлением тех, кто перед ним сидит, это или музыканты оркестра, или певцы хора, и убедив их сделать так, чтобы они сделали только так и никак иначе. Поэтому думаю, что педагог и музыкант во мне гармонично уживаются. Дмитрий Валерьевич, мне кажется, что в последнее время хоровое пение – это вообще тренд. И в России хорошо развивается вот это хоровое пение. С чем это связано, как вы считаете? Мое личное мнение, что это связано с исторической ситуацией, которая сейчас происходит. Дело в том, что тут такой момент, знаете, побежденный народ поет песни «Побежденная страна», а народ-победитель, он поет песни «Свои». Вот сейчас, и меня это очень радует, очень радует, у нас все чаще звучат «Свои песни». Я думаю, что это связано с возрождением России, которое сейчас происходит. Я не побоюсь этого слова. Возрождение России. Я думаю, что это связано с очень мудрой и грамотной политикой поддержки молодежного музицирования, которое происходит на самых высших уровнях, вплоть до президента Российской Федерации. Вспомним замечательные проекты, в которых, кстати, я тоже участвовал. Детский хор России, который придумал Валерий Абисалович Гергиев, и который пользуется поддержкой и президента, и правительства, и всех высших структур государственной власти. Это очень важная ситуация, и я уже говорил эту мысль. Знаете, это имеет и оборонное значение, сильное оборонное значение, потому что, да, оснащенность армии, вооруженность – это важно, но очень важен дух народа, чтобы он мог противостоять вызовам, в частности, сложным сегодняшним вызовам. Для этого должно быть воспитание с самого раннего возраста очень правильных каких-то моральных установок, и этому способствует возрождение хорового пения, которое происходит сейчас. А вот вы говорите с самого раннего возраста. А с какого возраста, вы считаете, нужно заниматься? Ну, я думаю, оптимальный возраст, когда нужно заниматься, в частности, хоровым пением – это 6 лет. 6 лет. Это как раз вот перед школой, когда постепенно маленький человек начинает себя осознавать. И он уже понимает, что ему нравится, что нет. И вот с этого момента ему надо давать вот эту вот целебную прививку к хорошей, академической, хорошей народной музыке, которая поможет ему произрастать правильным человеком. А есть возраст, которого считается уже поздно идти в хоровое пение? Нет. Вот чем прекрасен этот вид искусства? Не поздно никогда. Я вспоминаю, когда я только начинал свою карьеру еще молодым студентом консерватории, было много самодеятельных, любительских коллективов, которые пели очень хорошо, которые пели абсолютно на профессиональном уровне. И там были люди разных профессий и возрастов. В частности, у моей учительницы Елизаветы Роман-Кудрявцев был изумительный хор, хор любителей пения музыкального общества Ленинграда. Мы получали там замечательную практику студенты-хормейстеры. И абсолютно разные возраста. От 17 до 70. Там даже многие старше были. Приходили, пели, получали удовольствие, общались. Это очень здорово. Это самый демократичный вид музыкального искусства. Дмитрий Валерьевич, вы сказали, что вы уже второй раз у нас в Хакасии. Скажите свои отзывы о нашей республике. Как вам у нас в гостях? Великолепно. Одно слово великолепно. И в первую очередь я хочу сказать большое спасибо устроителям этого замечательного проекта за блистательную, я не побоюсь этого слова, за блистательную подготовку и за блистательную организацию этого проекта. Это два человека, которых я хотел бы озвучить и поблагодарить. Это художественный руководитель Республиканской филармонии Марина Геннадьевна Штарк и руководитель, директор методического отдела, Республиканского методического отдела Ларис Павловна Макеева. Вот эти два человека, которые держат эту организацию на очень высоком уровне. Великолепно. Мне даже, наверное, если бы хотел придраться, было бы не к чему. Ну, просто здорово. Великолепная, интересная, яркая школа, яркий проект. Дмитрий Валерьевич, а я хочу поблагодарить вас, что вы нашли время в своем плотном графике, пришли к нам и ответили на наши вопросы. И, конечно, мы надеемся, что вы еще приедете к нам и будете заниматься с нашими детьми. Благодарю, что пригласили. Мне очень интересно. Я тоже на это надеюсь. Всего вам самого доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok